Делай это. Аминь. Аминь. Нам нужно делать, чтобы жить в благословениях Божьих, как говорит Дух Святой, как говорит нам Господь. Знаете, мы обычно приветствуемся вот этим вначале приветствием. Благодать и мир вам да умножиться. Приветствуем Павла, который в каждом своем послании начинает каждое послание. И он заканчивает послание тоже. Он говорит, благодать Господа нашему. Мы тоже наше богослужение заканчиваем этим благословением. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца. И последнее, что общение с Духом Святым да пребудет с вами. Общение с Духом Святым. Это Его пожелание для нас. Потому что это очень важно для нас. Почему? Ну, мы знаем, что Дух Святой, Он живет внутри каждого верующего. Это залог нашего спасения. И когда Иисус, Он говорил своим ученикам, что Ему нужно будет идти к Отцу. Он говорит, я умолю Отца и Он даст вам другого утешителя. Пребудет с вами вовек. Утешителя, который будет вас утешать, да? Ну, утешить, что мы будем? Утешать в наших каких-то скорбях, наших немощах, наших проблемах житейских, в испытаниях, в искушениях. Будет помогать нам вести нас. Он наставит нас на всякую истину, так говорит Слово Божие. То есть, Он открывает нам Христа, открывает Его спасение, открывает Его благодать и милость. И ведет нас, ведет нас вот этим путем в этом мире. Путем освящения. Путем освящения. Потому что что Он делает? Он обличает нас, да? Когда мы согрешим, что-то сделаем неправильно. Что делает Дух Святой? Он внутри нас, да? Вот такое чувствование просыпается. Мы осознаем, мы понимаем, что это грех. И нас это беспокоит, это тревожит нам. Вот это не нравится, потому что Дух Святой внутри нас. Он обличает нас, Он приводит нас к покаянию. Он приводит нас к покаянию, к истинному покаянию. Дух Святой. И Он с нами здесь, на земле. Он открывает нам Слово Божье. Аминь. Открывает Слово Божье. Он побуждает нас, побуждает нас молиться. Тоже Дух Святой побуждает нас молиться. И не просто внутри себя, всякого верующего он призывает в церковь, мы говорим, верующие в последнее время часто говорили о том, что верующие это не одиночки, Бог верующих Духом Святым призывает в церковь, таким же как и Он, в общение верующих, где Он также молится здесь, молится не внутри себя, открывая свои уста. То есть Он это побуждает, потому что в этом сила определенная, так говорит Писание, чтобы мы молились, открывая свои уста, Он хочет, чтобы мы говорили об этом Богу, общались не как с живым Богом, а не просто где-то там внутри себя что-то ему сказали. Да, и такие Бог слышит молитвы, но Он хочет и так, чтобы мы с Ним общались, и в молитвенном, общецерковном каком-то служении, собрании. То есть тоже все это делает Дух Святой, и написано, что Он раздает каждому члену церкви своей, если Бог тебя избрал, Он вложил в тебя Духа Святого, Он раздает свои дары, для того, чтобы тело, оно созидалось, чтобы ты этим даром служил в теле Господнем, для созидания тела Божьего. Чтобы являл любовь этому миру, и без Духа Святого мы являть и любовь не можем Божью, потому что Он открывает нам эту любовь, Он открывает нам Христа. И также мы знаем, что есть плод Духа Святого, опять, да, который без Духа Святого невозможен, который имеет девять качеств. Это все пробуждает нас Дух Святой. Дух Святой. Он это нам, это действие происходит в нашей жизни. Это апостол Павел, он пишет Галатам. Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Даже не плоти Духу противиться, ибо плоти желает противного Духу, они друг другу противятся. Противятся. Поэтому апостол Павел, он всем желает, он всех благословляет, он говорит, имейте общение, да, и общение с Духом Святым да пребудет с вами. Потому что это очень важно для верующего, чтобы верующий имел общение с Духом Святым. Чтобы он понимал. И мы говорим часто, что внутри верующего как бы, внутри нас как бы два человека. И это не шизофрения. Есть плотской человек, есть духовный. И внутри они как бы противятся. Дух Святой через духовный человек побуждает нас к каким-то правильным делам, правильным вещам преображаться. Искать Господа, преображаться в образ Христов. Плот же желает, наоборот, противного, в исполнении каких-то своих желаний, пробуждая нашу гордость, свои нравия. Поэтому апостол Павел говорит, и общение с Духом Святым да пребудет с вами. Чтобы мы к этому относились очень серьезно. К общению с Духом Святым. Чтобы мы были чуткими и внимательными голосу Духа Святого. Когда Он нас обречает, когда Он нам что-то хочет сказать, когда Он нас призывает к служению внутри. Чтобы мы не от Него, как от назойливой мухи, не пытались отделаться. А были послушны Ему. Так говорит Писание. Имели общение с Ним. И когда мы будем исполнять, я говорю, я поступать и по Духу. Вот когда будем поступать по Духу, то вы, говорит, не будете исполнять вожделений плоти. Не будете. Если будете послушать голосу Духа Святого, для этого кажется всего лишь малость, да? Исполнить то, что хочет Дух Святой. Но как это часто бывает? Тяжело. Тяжело. Но именно Дух Святой внутри нас, Он может нас преобразить. И знаете, в Евангелии от Матфея, в 12 главе, мы тоже довольно часто в последнее время приводим этот стих. Иисус говорит, кто не со Мною, тот против Меня. И кто не собирает со Мною, тот расточает. И дальше. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Аминь. То есть это как бы продолжение. Он говорит, кто не со Мною, тот против Меня, а кто не собирает со Мною, тот расточает. Посему говорю вам. И обычно мы этот стих трактуем таким общим пониманием, что хула на Духа Святого не прощается человеку. Это неверие. Когда мы не верим, не принимаем Иисуса Христа своим Господом, своим Спасителем. И поэтому это неверие. Да, кто не верит, тот уже осужден. И оно просто не прощается. Но есть также немного такая трактовка более детальная. Хула на Духа Святого. Что такое хула? Это тот, кто пренебрегает тем, что говорит Дух Святой. Когда Дух Святой тебя побуждает служить Господу, а ты не делаешь этого. Когда Дух Святой тебя обличает, а ты также продолжаешь настойчиво творить беззаконие. Когда Дух Святой, Он тебя зовет, иди в церковь, но ты отмахиваешься от Него. Когда Дух Святой хочет, чтобы в твоей жизни были Его плоды, чтобы ты менялся, чтобы ты преображался, а ты делаешь свою волю. Ты исполняешь свои желания плоти, и не слышишь, как будто Его. Пренебрегаешь им, хулишь Его. То есть это такое практическое действие нашей веры, когда мы не живем по вере. Вроде бы да, с Господа, вроде бы знаем, что Бог, но на самом деле неверующий. Потому что не делаем вот эти шаги веры, и не становимся быть послушными Духу Святому. И это очень опасно. Поэтому Писание говорило. Поэтому мы призываем сегодня, чтобы мы были послушны, чутки, внимательны к голосу Духа Святого. И чтобы то Слово, которое оно звучит с кафедры, звучит в проповеди, в воскресный день, когда проходит богослужение, чтобы оно как семя, оно входило в наши сердца, на почву наших сердец попадало. И чтобы Дух Святой, мы не мешали Ему производить работу с нашим сердцем. Чтобы это семя давало плоды в нашей жизни, радость, мир, благотерпение, любовь, веру, плод. Чтобы оно имело этот свойство в нашей жизни. Буквально, явно. Это все делает Дух Святой. Надо пока послушать. Тогда наша жизнь, она наполнится славой Отца. И мы исполним Его волю. Его волю. Мы будем являть Его в этом мире. И как мы молились, мы будем являть Его благоуханием в этом мире. Конечно же, мы призываем, дорогие братья и сестры, будьте сегодня чутки и внимательны голосу Духа Святого. Не заглушайте Его. А наоборот, взгревайте Его. Идите за Ним. Исполняйте. Делайте шаги веры. Тогда ваша жизнь, она наполнится Божьими благословениями. И Божьей радостью, миром, любовью. И давайте мы сейчас тогда возглавим славу.